СКА Екатеринбург. Матч только что начался. Ворота Сипсканы справа. Форма зеленая. Ворота гостей слева. Форма красная. Итак, первая атака Сипсканы. Наши владеют мячом непосредственной близостью ворот. Удар. Гол! Здорово! Буквально на первой минуте Сипскана открывает счет в этом архиважном для нее матче. Сипскане нужно 90 минут, чтобы стать бродом этого эпизода. Прострел сейчас будет вдоль ворот. Прострел. Удар. Гол! Очень хорошее начало. 1-0 Сипскана повела в главном для себя в этом сезоне матче. Автор первого забитого мяча Евгений Гришин. Иркутский стадион труд заполнен примерно так же, или точнее сказать переполнен, как в матче с водником. Такой довольно обильный снегопад. Не нужна победа. Все время играли, как говорится, в меньшинстве. Здесь была попытка разыграть мяч, но приходится отойти немножко назад. Соколов в линию атаки. Удар под острым углом. Гол! Второй гол. Но здесь, мне кажется, ошибка вратаря. Он вышел, конечно, но нанести удар под острым углом очень сложно. Валерий Савин, автор второго забитого мяча. 2-0 Сипскана ведет в этом матче. Мы любим тебя, Сипскана. Подняли болельщики транспарант. Вот повтор этого эпизода. Савин под острым углом. Но это мастерский просто удар. Мимо вратаря в дальний угол. Удар под острым углом. На сей раз. Вот Александр ведет борьбу там. Кстати, Шишкин один из авторов. Автор одного забитого мяча. Домышев, нашла бить. Удар. Гол! 3-0! Сергей Домышев делает счет 3-0. Искомый, как говорится, результат. А сыграно, наверное, минут 15. Первой полной встречи Сипскана ведет в матче с армейцами Екатеринбурга. Но это болельщики Сипсканы. Видите, Гришин. Ему удалось сделать отличную передачу. И Домышев направляет в верхний угол. Ворот мяч мимо Алексея Пономарьева. 3-0 Сипскана ведет в этом матче. Сергей Домышев сейчас был крупно на ваших экранах. Эпизода. Казалось, ничто не... Гол! 4-1! Если я не ошибаюсь, это Александр Шишкин. 4-1! Как говорится, наши реализовали численные преимущества, если говорить терминологией хоккея с шайбой. И вы видите повтор этого эпизода. Вот здесь гости ошибаются. Виктор Захаров. Пас в центр. Ерактин. И удар Александра Шишкина. Кстати, единственного в нашей команде обладателя таких мастеров, как... Мяч. Мяч. У него борьба за мяч идет, как говорится, на втором. Забивает первый ответный мяч. Вот прострел вдоль ворот. Ерактин. Удар! Гол! Евгений Гришин. 5-1! Не успел я вам перечислить, кто забивал в первой половине встречи. Вы видите, как поздравляют наши хоккеисты, автора забитого мяча. Сейчас вы посмотрите повтор этого момента. Вот, смотрите. Ерактин. Прострел вдоль ворот. Мяч у Гришина. Удар под острым углом. Резкий такой в нижний угол удар. И счет становится 5-1. А вот такое начало. У меня такой... Удар. И вратарь отбивает этот мяч. Вот такой... Сканы. Захара. Передача нужна... Вот, не удалось. Атака Сепсканы продолжается. Нет, здесь потеря мяча. Здесь ворот. Будет ли прострел? Прострел. Борьба за верховый мяч. Гол! Здорово! 6-1. По-моему, это был Евгений Ерактин. 6-1. Это уже здорово. Никитин, передача в центр, верховой мяч, и гол. 6-1. Но тем временем Ахкин был крупно. А в это время здесь нужно убегать. Но здесь осталось пять незаполненных черточек до 45-ти. Борьба за верховая передача. Борьба за верховая передача. Удар с лёта. Гол! Здорово! Вот это финальный гол, я считаю. По-шведски здорово в лёд после дальней передачи. Михаил Брагин. Но, извините, гол не засчитали. Ради любопытства этого эпизода. Вы видите, какой мог получиться гол красавец. Должается удар поворотом. Гол! Вот не состоялся. Чуть тогда не засчитали. Иду красавец был гол. Красавец, точнее. 7-1. 7-1. Но всё, бронза у наших хоккеистов. Вопрос об обладателе бронзовых медалей снят. Смотрите, повтор этого эпизода. Гости отбивают. Исавин великолепным ударом в верхний угол делает счёт 7-1. Вопрос о победителе снят. Какая финальная точка. Финальный свисток. Итак, Сипскана бронзовый призёр нынешнего чемпионата России по хоккею с мячом. Трудный был сезон. Вы видите. Радость наших ребят. Трудный был сезон. Но я думаю, бронзовая награда как раз соответствует их настрою. Смотрите, вот так наши хоккеисты... Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...